Обшарпанные фасады, разбитые дороги и разрушенные памятники архитектуры. В таком обличии Одесса встречает гостей. И если своим уже примелькалось, то вот туристы на подобные вещи реагируют как индикатор. Город у моря не готов их принимать, пока он выглядит так. Пусть простят туристы, но привлекательность Одессы в их глазах больше не в приоритете. Горожанам бы выжить в этих условиях. Если год назад сообщение про очередное обрушение сопровождалось фразой «Обошлось без жертв», то теперь все изменилось. Улица Коблевская. Женщина вышла на балкон полить цветы и упала. Вместе с тяжелой конструкцией погибла. На протяжении стольких лет весь этот дом оплачивает коммунальные услуги. Да, мы хотим текущего ремонта. Вот теперь сегодня вы видите последствия. Пострадалась женщина. Это было не первое обрушение в этом дворе. До него на дорогую на марку упал фрагмент карниза. Но железо – это ведь не человеческая жизнь. А это уже улица Морозлиевская, некогда красивая и привлекательная своей роскошной архитектурой. Только за один лишь август здесь обрушилось три балкона. Последняя стихия и вовсе превратила город в площадку для съемок очередного Армагеддона. Только это не фильм, а реальная жизнь, в которой гибнут люди. За сутки не стало четверых одесситов, среди которых и 11-летняя девочка. Высоковольтный провод оборвался, она дотронулась до него. Двоих не стало из-за трухлявых деревьев, которые местные жители еще задолго до стихии просили спилить. И вот эти вот деревья – это уже явный показатель, как работают наши службы. Отвратительно просто. Все придумали. А из-под этих кирпичей доставали тело 20-летнего парня. Стена здания не выдержала и рухнула прямо на квартиру. Конечно, можно пенять на стихию, мол, никто не застрахован от подобных ЧП. Но кто мешал предупредить подобные ситуации? Неужели не видно, что город рушится? И вот на этом участке дороги, где провалилась под землю машина… И на этом. И здесь, перед самым носом горсовета, на Приморском бульваре, фасад упал, и даже дождя не было. Так, легкий ветерок. А вот как выглядят памятники архитектуры, которые стали памятниками халатности и равнодушия властимущих. Может, тоже диверсанты с ведром. Люди живут практически в руинах. У одних нет крыши над головой, у других плесень на стенах, у третьих и вовсе дом вот-вот рухнет. На ремонт всех этих печально известных зданий денег нет. Но вот как краян для собственных нужд покупать за сотни миллионов, так пожалуйста. Татьяна Милимко, 7 канал.